Я буду спасать людей, помогать им. Так решил Кирилл Корсин, когда ему было всего 15. Случилось это во время пожара в родном доме. Юноша вывел из огня мать. Бросаясь спасать дедушку и бабушку, на счастье, те выбрались из горящего дома сами, понял, что не испытывает страха. Меня вот это и зацепило. Почему мне не страшно, когда я захожу туда? Значит, может быть, мне и суждено быть именно спасать людей, потому что мне не страшно. Естественно, я выбрал именно эту работу. Хотелось бы, конечно, было быть там и спасателем, и в медицине работать, но как-то вот служба моя, именно срочная служба в спецназе, и с парашютом попрыгал, и пострелял, и побегал, я пристрастился именно к этому. У многих ребят из выпуска курса первоначальной подготовки для сотрудников спецподразделения учебного центра главного управления МВД есть похожие истории. Почти все имеют спортивные разряды, некоторые высокие достижения в спорте и чемпионские титулы. И все они проходили срочную службу в элитных войсках России, ВДВ, спецназе. Поэтому и выбор профессии не случайен. Пройдя небольшую подготовку на месте несения службы, стажеры были направлены на прохождение курса спецназначения. В течение трех с половиной месяцев, именно столько проходило обучение, служители приобрели необходимый объем умений, навыков и норм поведения для выполнения служебных задач. Ведущих дисциплин в учебной программе несколько. Это, естественно, тактика специальной подготовки, высотная подготовка, необходимая профилирующая дисциплина, огневая, безусловно, теоретическая и практическая часть, профессиональная культура и этика, психологическая подготовка, основа криминалистики, спецтехники и физическая подготовка, где ребята отрабатывают боевые приемы борьбы, которые им необходимы при несении службы. Особо отличившихся во время обучения слушателей отметили грамотами и благодарностями. Выпускников поздравили и напутствовали руководители региональных министерств внутренних дел. Закончилось торжественное мероприятие церемонии возложения цветов к памятному мемориалу. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.